Доброго времени суток, друзья! С вами Вектор и сегодня я хочу вам показать очередной механизм в Майнкрафте под названием «Рычаг как кнопка», а не наоборот. Да-да, именно «Рычаг как кнопка». Есть механизмы, которые делают кнопку как рычаг, а в этом видео я хочу вам показать, как сделать рычаг как кнопку, так как мне понадобилось это сделать, а кнопку было ставить не вариант. И давайте я вам покажу этот механизм. И также я вам покажу этот механизм в трёх версиях. И давайте перейдём к просмотру. Эти все механизмы работают по одному и тому же принципу. Они лишь отличаются в постройке. А если ещё кто не понял, как этот механизм работает, то при любом нажатии на этот рычаг у нас загорается краткий сигнал, прям как и на кнопке. И первая версия этого механизма строится довольно-таки легко. Для начала мы ставим блок и на блок ставим рычаг. Далее мы ставим вот здесь вот красный факел и вот здесь. Далее добавляем вот здесь вот и вот здесь кусочек артстоуна. И здесь мы ставим два повторителя, а здесь по одному. Этот повторитель мы ставим на полную задержку, а вот этот задержку в два клика. Далее мы добавляем вот здесь вот липкий поршень. И на этот липкий поршень мы ставим блок. Далее мы добавляем здесь два кусочка артстоуна и вот это уже будет наш выход сигнала. Я для примера здесь поставлю лампу. И при любом нажатии на рычаг у нас будет издаваться краткий сигнал, прям как и на кнопке. А если мы разместим здесь кнопку и нажмём на неё, то тогда издастся два кратких сигнала. И по такому принципу работают все версии этого механизма. И давайте перейдём к следующей версии этого механизма. И для начала постройки этого механизма вы должны поставить два блока и на вот этот блок поставить кусочек артстоуна. Далее мы добавляем вот здесь вот сбоку красный факел. И размещаем вот здесь вот два повторителя без задержки. Далее мы ставим вот здесь вот блок и добавляем ещё вот здесь вот два блока. Далее вот этот блок ломаем. Вот сюда мы ставим повторитель на полную задержку. И вот сюда размещаем красный факел Также вот сюда, сюда и вот сюда Далее мы ставим вот здесь вот два кусочка редстоуна И сюда мы ставим повторитель также на полную задержку Далее ставим вот здесь вот блок и на него ставим красный факел И это уже будет наш выход сигнала Для примера я поставлю лампу И ставим рычаг и проверяем этот механизм Как вы видите при любом нажатии на рычаг появляется краткий сигнал Как я и вам и говорил ранее И с кнопкой произойдет также двойной сигнал Как я и так же говорил ранее И давайте перейдем к следующей версии этого механизма И следующая версия этого механизма довольно таки компактная Так как она шириной всего лишь в один блок И вы можете подумать что она стакабельная Нет, она не стакабельная И я не вижу в этом смысла И для начала мы ставим здесь блок И на этот блок ставим кусочек редстоуна И далее мы должны вот таким вот образом поставить липкий поршень И на него подцепить любой блок Далее мы на этот блок ставим еще один липкий поршень И на этот липкий поршень ставим редстоун блок Далее добавляем вот здесь вот блок И на этот блок мы ставим рычаг Далее добавляем вот здесь вот блок На него цепляем редстоун факел Далее добавляем здесь блок И на этот блок ставим кусочек редстоуна И добавляем вот здесь вот красный факел То есть у нас выходит здесь двойная инверсия Далее мы ставим вот здесь вот лампу, а это у нас будет выход сигнала. И как я вам говорил много раз ранее, при любом нажатии на рычаг у нас загорается краткий сигнал, прям как на кнопке. И на этом все. Также я хочу вам рассказать предысторию. Я смотрел эту версию механизма на ютубе, но я нашел лишь одну большую. И поэтому я решил построить свою. И как вы видите, у меня вышло целых три. И на этом все. Я думаю, вам также понадобилась эта схема постройки дома, либо чего-либо. Как это ни странно бы звучало. Ну, также ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео. И всем удачи, и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok